Кто-то должен это переводить. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я хотела бы рассказать вам о Христе и о христианстве. Понимаете? Потому что это очень важно. Потому что эта страна очень католическая. Но вне зависимости от того, протестанты вы или католики, церковь не выполнила ничего из того, что ожидал от них Христос. И вы можете видеть это достаточно ясно. Если вы возьмете Библию, то вы увидите, что Шри Иисус там описывается, как сын матери Марии, который был зачат непорочно. Но в действительности они не смогли по-настоящему глубоко воспринять эту идею. Их восприятие было настолько поверхностным, что на имени Христа они стали делать деньги, сколачивать свое состояние, строить церкви. И поскольку они не могут ничего объяснить, то все это они называют таинством. То, что Шри Иисус был зачат своей матерью, которая была девственницей, непорочно. В соответствии с их пониманием, концепция непорочного зачатия – это таинство. Так же они не могут объяснить того, как Христос ходил по воде. Потому что они оказались не способны увидеть духовную жизнь, которая была основной идеей Шри Иисуса. И они создали такой материальный мир. Более того, в руках Ватикана сосредоточено такое количество денег и имущества, что просто уму непостижимо, почему в католических странах такой уровень бедности. У них нет совершенно никакого права решать проблему бедности. В Индии они обращали в свою веру людей, раздавая им хлеб и тому подобное. И людей, которые вели примитивный образ жизни, на очень низком уровне они обращали в свою веру. Если же говорить о католиках и протестантах, то они подобны двум сторонам одной монеты. Потому что они ищут того, что является весьма приходящим. Они не ищут вечной жизни. И эти люди необычайно черствые, педантичные и суровые. И они знают только то, как делать деньги. И на этом все. И даже те, кто являются людьми весьма высокого уровня, имеют отношение с мафией. Поэтому можно сказать, что все это подобно одной религиозной мафии. Также их представления о сексе и о супружеской жизни весьма нелепые. Ведя неестественный образ жизни, они подавили людей настолько сильно, что там, куда пришло католичество, люди стали очень распущенными. У них нет понимания целомудрия. Кроме того, Шри Иисус сказал, что вы должны искать себя. Описывая человека, который является христианином, он говорил, что у вас не должно быть прелюбодействующих глаз. Также, согласно Библии, вы не должны убивать. Но учитывая количество убийств, которые были совершены приверженцами христианства, одному Богу известно, как они будут расплачиваться за свои грехи. Может быть, кокаином, я не знаю как. Они убили так много людей. Они решили, что если у них белый цвет кожи, то они имеют право убивать всех, у кого цвет кожи другой. Хотя сам Христос совсем не был белокожим. Он был смуглым, подобно нам, индейцам. Он родился не в Англии или Швейцарии. Он родился не в Англии и не в Швейцарии. Это подобно тому, что делал Гитлер. Но что еще хуже, это то, что они утверждали, что делают это во имя Бога. Вы не можете совершать такие вещи во имя Бога, потому что это ужасно. Это то, что касается внешней стороны. Но если говорить о внутренней стороне, то там тоже все чрезвычайно плохо и чрезвычайно негативно в отношении роста, духовного роста. Они не знают, кто это Святой Дух. Они не хотят верить в то, что Мать Христа была богиней. Но в древнееврейских писаниях, понимаете, было сказано, что это будет девственница. И это надлежит понимать, как то, что она была девственницей, и затем у нее родился ребенок. Но у них также нет и понимания непорочности. Кроме того, Шри Иисус сказал, что вы должны искать истину, вы должны искать Дух. А их это никогда не волновало. Но главное, это то, что Христос сказал, я пошлю к вам Святой Дух. Который станет вам утешителем, защитником и спасителем. Но они никогда не искали его. Потому что они не знают, кто это Святой Дух. И в католической религии даже на сегодняшний день посвящение в духовный сан женщин запрещено. В то время как Шри Адишакти, которая представляет собой женский аспект Бога, сотворила весь мир. Именно поэтому на Западе женщины начали соперничать с мужчинами. Потому что они не имеют своего положения в религиозной жизни. И поскольку женщины были лишены этого положения, они начали соперничать с мужчинами и потеряли свою женственность, а также стали очень доминирующими и правосторонними. Таким образом, поскольку им постоянно читали проповеди о том, что разводов не должно быть, они сделали все возможное для того, чтобы люди могли разводиться друг с другом. Но чтобы понять христианство, они должны познать посредством Сахаджа-йоги, что Христос пребывает в Агья-чакре. И когда Кундалини поднимается в Агью-чакру, вы должны произнести молитву «Отче наш», а иначе Кундалини не сможет подняться дальше. Таким образом, когда вы произносите «Отче наш», Шри Иисус пробуждается в вашей Агье-чакре. «И в какую бы западную страну я ни приезжала, даже в этой стране, моя Агья блокируется очень сильно, а также левая Вишутхи. Это происходит на католической земле, блок Агьи и левой Вишутхи». Это означает, что люди здесь против Христа, и они чувствуют себя виноватыми, потому что католическая церковь постоянно твердит им, что «Вы должны чувствовать себя виноватыми» и исповедоваться у священника. Но священники не являются реализованными душами, так же, как и Папа Римский. «Таким образом, все это абсолютно фальшиво, так же, как и Баптизм, весьма фальшивый». Также Христос сказал, «Хлеб – это Мое тело, а Моя кровь – это вино. Понимаете, Ему следовало назвать это водой. Для глупых людей это было бы гораздо лучше». «Но даже сейчас, если вы поедете в ту страну, то вы увидите, что люди там не пьют воду, а пьют лишь виноградный сок». «Таким образом, вино не означает алкоголь». «Также есть история о том, что Христос однажды сделал вино для людей, которые пришли на свадьбу». Во-первых, это означает, что Христос пришел на свадьбу, потому что Он почитал свадебные традиции. «Во-вторых, нужно понимать, что вино не может стать в мгновение алкоголем». «Потому что для этого вино должно испортиться». «Чтобы стать алкоголем, вино должно испортиться». «Как-то я приехала в Италию, где один журналист, Романо Баталия, должен был брать у меня интервью для своей телевизионной программы». «И он сказал, вы только сначала дайте мне реализацию, а потом мы перейдем к интервью». «Я сказала, хорошо, принесите мне воды». «Затем я просто опустила в эту воду пальцы и сказала ему, теперь можете ее выпить». «И он сказал, это вино, это не вода». «Я спросила, как это?» «Он ответил, на вкус она как виноградный сок». «Тогда он спросил того, кто ему ее принес, ты принес воду или виноградный сок?» «Воду», – ответил тот. «Так что это просто еще один эпизод, которым воспользовались, чтобы начать употреблять алкоголь». «Они не понимают всей тонкости касательно религии, касательно тел умерших, как обращаться с ними». «К большому моему сожалению, в Лондоне я жила совсем рядом с церковью». «Мой дом стоял со стороны заднего входа в церковь. И целый день я могла наблюдать такую картину, как туда бочками завозили пиво, и как пустошенные они потом и вывозились, весь день». «Я не могла понять, как им удается все это выпить. Понимаете, эти бочки были такие огромные». «А по ночам я могла наблюдать, как из этой церкви вылетали души, ужасные черные души». «Когда я увидела это, я сделала над ними бандан и сказала, что вы можете получить рождение». «Но они не хотели этого». «Потому что в основном это были епископы и другие священнослужители, которые были похоронены в этой церкви». «И вот однажды я пришла в эту церковь, и едва я ступила туда, как мне сразу же стало дурно, потому что на каждом шагу там были указатели о том, кто здесь захоронен. Это было подобно церковному кладбищу». «Это означает, что они понятия не имеют о том, где следует хоронить умерших». «В Индии никто не позволит делать церкви захоронения умерших, чтобы их духи потом не перешли на них». «И таким образом во всех отношениях они не пошли глубже внутрь себя, чтобы отыскать истину, и даже не озадачены поиском Святого Духа». «Поэтому, когда они говорят, что мы избраны, и что как только мы становимся христианами, это означает, что Бог возьмет нас к себе на небеса, это большая ошибка». «Потому что, будь вы христианин, мусульманин или индуист, вы можете совершить любой грех, каждый на это способен, в любой религии. Ни одна религия не спасет вас от этого». «Только в сахаджа-йоге вы становитесь праведными и спокойными. Вы отказываетесь от своих привычек, а также избавляетесь от своего характера, от своей педантичности и от своей черствой природы. «Вы начинаете доверять друг другу, вы открываете свое сердце. Вы забываете о расизме и о своих странах, и стараетесь быть едиными друг с другом. И тогда, подобно детям, вы вырастите и станете одним коллективным телом, совершенно забыв обо всех этих бессмысленных барьерах между друг другом. «Но если вам встретится фанатик, не спорьте с ним». «Их мозг накрыт фанатизмом, и они не могут вас понять». «Но если это будет непредубежденная личность, которая станет задавать вам вопросы, то постепенно вы можете рассказать такому человеку очень дружелюбно, что, понимаешь, я был христианином, и я не мог осознать этого. Мой разум развивался только в одну сторону, и я не был в единстве». «Все это вы должны говорить так, как если бы это вы были на его месте». «Что же тогда произойдет? Они увидят в этом смысл и истину, что все это означает то, что мы отказываемся не от Христа, а от так называемого христианства». «И таким образом мы сможем достучаться до всех этих равнодушных людей, которые пока не здесь, не там, и они определенно придут в Сахаджа-йогу». «И нет никаких причин чувствовать себя виноватыми». «Какой бы религии вы не принадлежали, везде вам скажут, что вы грешник. Везде. Потому что на этом они зарабатывают деньги». «Но Брахма-Чайтанье, существующая сама в себе, создает и видит свою собственную игру». «И наслаждается самой собой». «И в ней все вы становитесь подобны морю, которое создает волны, видит эти волны и наслаждается ими». «Таким образом, когда мы невежественны и накрыты своим эго, получается, что каждая волна думает, что она нечто великое». «Но когда вы растворяетесь в море, вы можете чувствовать это». «Это вибрации, что на санскрите звучит как «сфурси». «И эти вибрации, которые можно назвать пульсацией, и являются Брахма-Чайтаньей». «Таким образом, мы должны стать едиными с ней и позволить ей работать для нас каждый день». «Поэтому, предположим, если что-то вдруг не удается, что-то не складывается, тогда вы должны знать, что это возможно необходимо для вашего роста». «И тогда вы никогда не будете чувствовать себя подавленными и станете видеть игру Брахма-Чайтаньи». «Да благословит вас Бог». « Nepal». «На сан happierя глянья». «Надо сан Продолжение следует... Продолжение следует...